Здравствуйте! В мире существуют сотни сотни разных сортов груш Именно по этой причине я не очень люблю рассказывать вообще о сортах Вы уже наверное заметили Потому что в одном регионе один сорт будет прекрасно расти и плодоносить в другом не очень В общем о сортах я говорить не люблю Потому что к каждому региону свой сорт Однако об этой груши я все-таки решил рассказать Почему? Потому что у нее есть одна уникальная особенность Эта груша особенная Кроме того, что она урожайная Кроме того, что она не болеет паршой, серой гнилью У нее есть одно самое важное преимущество Она очень и очень ранняя И об этом говорит уже само ее название Это сорт этой груши называется Юньска Лопотица Ее вывели где-то на Балканах Я читал, кто-то говорит в Югославии Кто-то говорит в Балкарии Где-то на юге В тех краях И назвали ее Юньска Потому что в тех краях Там все начинается намного раньше Вегетация намного раньше И эта груша там созревает уже в конце июня А в наших краях, здесь конкретно в Литве Она уже созрела Сегодня 24 июля И я уже четвертый день кушаю груши 24 июля Еще ни папировка, ни белый налив Яблок еще не спелые Только-только начинает наливаться Очень ранний сорт яблони Женева Эрли А тут груши Совершенно спелые Они уже падают понемножку Мы их уже собираем Я ее обожаю Именно за ее Вот такую ранность Сейчас я утром просыпаюсь Первое, что я делаю Я не за стол, не к чаю А к этой груши Сразу полакомиться этими грушами Обалденная вещь Посмотрите, какая она урожайная Урожай большой Груши не крупные Вот они вот все такие Смотрите Они не крупные Но их много Их много Ветри свисают от урожая Груш много Они чистые, без всякой парши Гарантированный урожай Без опрыскивания Можно смело выращивать Без опрыскивания Посмотрите, осы Осы уже пробуют на вкус Не пробуют, а уже начинают есть Это говорит о том, что Эта груша вкусная Но все-таки давайте И мы попробуем Выберем самую желтенькую Посмотрите на нее Очень мало семечек В основном мякоть Мякоть масляничная Маслянистая И мягкая По-настоящему мягкая Нету вот этих вот Твердых зернышек И груша практически Съедается полностью Я их кушаю вот так Моя 2 Моя 3 Моя 3 Вот все, что от нее осталось Совсем мало Вкус Для такой ранней груши Ну, обалденный Что мне в ней нравится Мне в ней нравится особая кислиночка Она довольно сладкая Имеет такой даже аромат Но вот эта кислинка Даже у спелой груши Она вообще очень классная Очень вкусная груша И такая ранняя 20, ну, уже 20 июля 20 июня У меня еще комета слива неспелая Она вот самая ранняя У нас А эта груша уже готова Обалденная вещь Что еще могу сказать Что эту грушу, если вот сейчас В начале срока созревания Мы положим Снимем часть урожая И положим в холодильнике То в холодильнике Она еще полежит где-то Может даже месяц полежать И мы будем доставать Абсолютно свежие Очень вкусные груши Но на дереве Она вот С того момента Как она начала созревать Она может провисеть Ну, спелой Дней 10-15 Не больше Потом груши Начинают быстро сыпаться И начинают портиться И, кстати, дней через 5 уже Они начнут Как бы это назвать Как моя жена любит называть Они становятся как грушки-гнилушки Они внутри темнеют Становятся водянистыми Как бы не подгнивают Но это не гниль Это не гниль Они становятся такими водянистыми И у них появляется там вообще Один сплошной сахар И особый вкус Такие груши я вообще люблю Поэтому я люблю, когда они становятся Такими водянистыми Это вообще Это для меня лакомство Но если вы хотите Эти груши сохранить подольше То тогда вот В начале созревания Снимаем И кладем просто в холодильник Они тогда полежат дольше Так что Как бы я не очень любил Рассказывать о сортах Потому что Москвичам одно А краснодарцам другое От рассказа об этой груши Я просто не удержался Настолько это Ранняя вещь Настолько это Гарантированный Урожай Всего хорошего Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Эта ленточка очень хорошо растягивается Она очень эластична Обалдеть Обалдеть Смотрите, что делать Где собрать Надо терпение Вот здесь молодая Кстати, надо обязательно Снять обвяточку После прошлогодней Прививки Мы ее так и не удалили Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!